И куплен ты или продан прямо на деньгах. То есть ты просто можешь с коэффициентом каким-то брать эти две стратегии и выводить эту позу, и всё, и вот ты получишь как бы комбинацию. Логично? Логично. А по поводу того, что лучше, ну, скажем так, вот этой труднее управлять. Она слишком чувствительна к волатильности, к наклонам, ко всему очень чувствительна. Ну, вот здесь не чувствительна. Там ошибёшься, это может быть очень неприятно. Комиссии чувствительны. Комиссии, много акционов висит, да. Но зато, если не ошибёшься, то выхлоп не полтора процента, а побольше. Извиня. А вот продажу я не очень люблю, но я понимаю, что продажа на лекции управления. Она на тракторе работает. Дизайн, а можно всё-таки у вас доходов по СП, что такое доходов по СП понимают? Вот доходов по СП, ну, на каком риске? Ну, допустим, сколько у вас в Веге на левом краю? Ну, какой-нибудь такой фактор риска. Ну, вот если собраны с Кью, то Вега вообще нулевая. Нет, Вега чисто на левом краю, слева. Сколько у вас? Так ты же не рассматриваешь на левом краю. Нет, ну, как бы я могу вас спросить, какая у вас там, не знаю, Ванна или Волга, там, соответственно, тогда было бы понятно. Ну, допустим, сколько Веги на левом краю, это будет тоже показать. Мне нужен звонок другу. Дело в чём, ещё раз, немножко про структуру. Да, у меня ребята сидят в Нижнем Огороде, трейдеры торгуют. Я, как бы, по сути, создатель, инициатор, идеолог, я бегаю, ещё деньги договариваюсь с инвесторами, с брокерами. Ну, ладно, Серёж, я не могу, я поплыву, я просто честно, поплыву. О, соединитесь, если Сергей просто возьмёт, позвонит, ну, ребятам, давайте звоним сейчас, всё, ребятам. Нет, нет, я просто, наверное, будет ещё доклад на конференции, просто всё-таки 20% вопрос на каком риске, пока это не было сказано. Ну, в принципе, 20%, в принципе, если мы сейчас рассматриваем риск, берём ближайший кризис, риск мы только что видели, наверное. Ну, у меня к этому ещё больше вопросов к максимальному риску на кризисе, даже на предыдущем. Ну, так, у нас ещё такой политический регламент, да? Я, кстати, честно говоря, заинтересован протестировать это как можно более качественно. Серьёзно, дайте секунду, вы просто спокойненько с этим соединитесь, и переговорите это, и Сергей внесёт это в следующий момент на большую конференцию. Я просто задал конкретный, всё, у меня больше вопроса нет. Я просто, у меня нет конкретного ответа, потому что я не торгую на кнопки, не нажимаю, но очень приятно, что есть люди, которые могут спросить про Ванну и Волгу, давайте созвонимся, и если вам интересно. И мне тоже интересно, я просто не готов что сказать. И чтобы ответить на вопрос, при каком риске 20%. Нет, я так посчитаю, потому что я примерно понимаю, что такое половина ГОВ интерактив брокерс. Но, как бы, мне просто, если вы делаете доклады людям, то мне кажется, если вы говорите, как 20% догадают. Насколько искать, на каком риске надо делать. Ну, тут, как бы, совсем так, это премодерация, это знакомство, да? Я, на самом деле, на конференцию хотел поместить Владимира, своего трейдера, вот он ответит на любые вопросы. Но, практически, торговля была только в этом году, да? Ну, год последний. Да. На самом деле, я не включил сюда ещё месяцы, где-то, ещё где-то 5 месяцев мы торговались с Q, но это был тестовый счёт, там же в интерактиве. Ну, я его посчитал нечестным сюда включать. Здесь это уже реальные деньги пошли. Почему? Потому что, вот, очень сложная позиция для управления, вот это вот, да? И она настолько сложна, что ты до конца не понимаешь, что ты делаешь, да? Например, на самом деле, можно сказать, что у тебя просто взят тренд наверх, вот и всё. Вот, мы замечали что-то. И вот то, что у тебя вот это получилось, это просто некий тренд. Более того, может быть, сама более оптимальное, допустим, управление какое-то, более правильное управление. И, может быть, эта кривая была бы ещё и резче, бы шла наверх. То есть, ты, может быть, крадёшь у себя деньги, даже не замечая это легко. Поэтому, неплохо бы, конечно, участки, где рынок так же хорошо идёт вниз, как он сейчас ушёл наверх, да? Вот это сравнить и посмотреть, получается ли... Не шоковое падение, а такое вот, да? Да, 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 да. Потому что, вот, такие позы, вот, очень чувствительные к этому моменту, да? И, вот, например... Так, я-то делал примерно то же самое на нашем рынке, да? Да, вот, например, Данкевич всегда считал, что я просто беру направленную позу и всё. А я считал, что я дельта нейтрален. Но, на самом деле, спустя время какое-то я с ним согласился, я понял, что действительно, это в моих представлениях я был нейтрален. Но, на самом деле, так говорить тоже нельзя. И, скорее всего, у меня были периоды удачные, например, хороший рост рынка, долго-долгий. О, вы это заметили. И я хорошо зарабатываю, почему? Потому что мне это удобнее, рост рынка это удобнее. Это более стабильные параметры, всё более стабильно. Если стоит, хорошо. И в этот момент ты незаметно для себя взял ещё и трендик, у тебя просто супер доходность, да? А потом будет что-то не то, и сразу проблемы возникли, да? Оптимальная стратегия, когда она не в проблемах, что вверх, что вниз. По сути, для неё идеально плавный рост, стоим на месте, ну, или даже шоковое падение для неё лучше, чем плавные спускания вниз.